За прошедшую неделю на территории округа зарегистрировано 216 происшествий. Из них 22 преступления, из которых 10 раскрыто. По 12 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Привлечён к ответственности 61 гражданин за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Дорожно-транспортное происшествие Дорогители на марке «Пассажир» бригады скорой помощи доставлены в приёмный покой Ненецкой окружной больницы, где им оказана медицинская помощь. По данному факту сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка, выясняя все обстоятельства совершённого ДТП. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. 26 сентября текущего года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный пешеход», в ходе которого выявлено 20 административных правонарушений, составлен один акт обследования дорожного полотна, выдано три требования об устранении нарушений. С 29 сентября по 1 октября 2017 года на территории города Наринмара и посёлка Искателей сотрудники отдела госавтоинспекции провели специальное мероприятие «Нетрезвый водитель», целью которого являлась массовая проверка автотранспорта, выявление водителей в состоянии опьянения, а также грубых нарушений правил дорожного движения. В ходе мероприятия сотрудниками полиции проверено 154 единицы автотранспорта, выявлено и пресечено 15 административных правонарушений. Составлено три административных протокола на водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. 27 сентября 2017 года около 2 часов ночи возле дома номер 22 по улице Ваучейского сотрудниками окружной госавтоинспекции был остановлен автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, не имея при себе водительского удостоверения и документов на транспортное средство. Стражи порядка, установив владельца автомобиля, выяснили у него, что право управления автомобилем он никому не передавал и об угоне не знал. В ходе проверки полицейским установлено, что двери транспортного средства, припаркованного возле жилого дома по улице Пырерка, на момент совершения преступления были не заперты, а в подлокотнике находились ключи, чем и воспользовался молодой человек 93-го года рождения, совершивший угон автомобиля. Дознавателям отдела по организации дознания управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. В другом случае, 27 сентября, в дежурную часть полиции обратился житель округа с заявлением об угоне автомобиля. Заявитель сообщил полицейским, что он 27 сентября с утра употреблял спиртные напитки совместно со своими знакомыми у себя дома. Примерно в 12 часов 30 минут один из гостей, ничего не сказав хозяину, ушел из квартиры. После чего заявитель услышал с улицы звук заработавшего мотора машины и, выглянув через некоторое время в окно, увидел, что автомобиля, принадлежащего его отцу, нет на месте. Мужчина, не обнаружив в прихожей квартиры ключей от автомобиля, понял, что транспортное средство угнал его знакомый и позвонил ему на телефон с просьбой вернуть автомобиль на место. Приятель заявителя в отведенное ему время машину не вернул, и тогда молодой человек обратился в полицию. Госавтоинспекторами, совместно с сотрудниками отдела Росгвардии по округу, возле дома номер 3 по проезду капитана матросов города Наринмара угнанное транспортное средство было задержано. Стражи порядка установили, что угнавший автомобиль и находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина 99-го года рождения не имеет права управления автомобилем и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон. Дознавателям отдела по организации дознания управления в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ. Неправомерное завладение транспортным средством. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 5 лет. 26 сентября текущего года в дневное время в Ненинскую окружную больницу бригадой скорой помощи был доставлен житель округа с проникающим ранением брюшной полости. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлено, что телесные повреждения мужчине причинила его неоднократно судимая сожительница 81-го года рождения. Во время совместного распития алкогольных напитков между потерпевшим и подозреваемой возник конфликт, в результате которого женщина нанесла проникающее ножевое ранение в живот сожителю. Бригадой скорой помощи пострадавшей доставлены в Ненинскую окружную больницу, где ему оказана медицинская помощь. В настоящее время следователем управления решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса РФ. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 27 сентября 2017 года работник магазина по улице Портовой города Наринмара обнаружил в кассе купюру достоинством 5000 рублей банка приколов и сообщил об этом в полицию. В ходе оперативно-розызных мероприятий окружные полицейские установили лицо расплатившейся данной купюры. Им оказался ранее судимый житель округа 85-го года рождения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Уважаемые жители Ненинского автономного округа, будьте бдительны и внимательны. Обращайте внимание на надписи на купюрах и на другие элементы защиты банкнот Банка России. Если вам в руки попали денежные купюры с признаками подделки, рекомендуем незамедлительно сообщить в УМВД России по Ненинскому автономному округу по телефону 02 или 421-26, либо на телефон доверия 421-52. 27 сентября 2017 года в 12 часов дежурная часть окружной полиции обратила жительница округа и сообщила, что у нее из сумки, находившейся в торговом зале магазина по улице Ленина, неизвестным лицом похищен кошелек, в котором находились денежные средства в сумме 12 500 рублей и 3 банковских карты. В ходе проведенных оперативно-родостных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что кражу совершил мальчик 2005 года рождения, состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Подросток, зайдя в магазин вместе со своими друзьями, увидел, что рядом с прилавком на столе стоит открытая сумка и виден кошелек. Воспользовавшись отсутствием в торговом зале продавца и посетителей, юный злоумышленник достал с сумки кошелек и покинул магазин. В дальнейшем группа подростков потратила похищенные денежные средства по своему усмотрению. По данному факту полицейским проводится проверка, выясняются все обстоятельства совершенного преступления. 1 октября 2017 года с 13 часов до 16 часов в День пожилого человека в Дворце культуры Арктика госавтоинспекторы, сотрудники отдела по вопросам миграции и информационного центра управления, совместно с аппаратом администрации округа и сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг провели акцию под условным названием «Госуслуги в каждый дом». В рамках акции все обратившиеся граждане смогли зарегистрироваться на едином портале Госуслуг, а также подтвердить или восстановить свою учетную запись. Сотрудники полиции рассказали гражданам о преимуществах получения госуслуг в электронном виде, а также о скидке в 30% при оплате госпошлины за услуги отдела по вопросам миграции и отдела ГИБДД. Всего в акции приняло участие 20 человек. Также в ходе мероприятия сотрудники управления раздавали гражданам специально подготовленные памятки с указанием государственных услуг, оказываемых подразделениями окружной полиции, и порядка регистрации на едином портале Госуслуг. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя.